Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапы. Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главных событиях дня. Не хлебом единым. В ходе рабочего визита спикер Кубанского парламента оценил не только новое производство анапского хлебокомбината, но и в целом работу администрации курорта. Помериться силами. Российские правоохранители собрались в Анапе, чтобы побороться за звание лучших в рукопашном бое. Зажигайте без огня. Экологи дают инструкцию, как вести себя на природе, чтобы отдых не стал причиной стихийного бедствия. Оценку «Отлично» команде управленцев города поставил председатель законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бикетов. Владимир Андреевич побывал в Анапе с рабочим визитом и вместе с главой курорта Сергеем Сергеевым прошел по производственным площадям анапского хлебокомбината. Председателю законодательного собрания Краснодарского края Владимиру Бикетову рассказали о перевооружении предприятия и продемонстрировали в работе новые технологические линии по производству хлебобулочных изделий. Владимир Андреевич следит за судьбой предприятия, и это не первый его визит на хлебокомбинат. Спикер Кубанского парламента узнал о том, пользуется ли продукция анапского хлебокомбината спросом среди жителей и гостей курорта, как налажен рынок сбыта и на какие объемы выходит предприятие. В завершение рабочей встречи Владимир Бикетов подчеркнул. Во-первых, я хотел бы сказать слова благодарности людям, которые это делают, значит, и руководству хлебокомбината, и руководству города, потому что полтора года тому назад вот этот хлебокомбинат умирал. Сегодня мы ни копейки не затратили на него из бюджета. За счет собственных ресурсов он работает. За счет того, что наращивает объемы производства, следит за качеством, следит за ценой, продукция пользуется спросом, и мы видим результат. Знаете, в народе говорят, не место красит человека, а человек красит место. И вот я рад, что сегодня в Анапе собралось большое количество людей, в том числе и управленцев, которые красят это место. И у них получается. Я им желаю успеха. В Луковите стянулись силовики со всей страны. Там стартовали лично командные чемпионаты по рукопашному бою среди территориальных органов МВД России. В числе почетных гостей церемонии открытия председатель законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бикетов и глава города-курорта Анапа Сергей Сергеев. Анапа стала уже традиционной площадкой чемпионатов МВД России. В прошлые годы здесь проходили турниры по боксу и дзюдо. В этом году курорт также гостеприимно принимает чемпионат по рукопашному бою и его официальных гостей. Сегодня силовые структуры Российской Федерации являются гордостью нашего народа. А я уверен, что каждый из вас является гордостью своего подразделения. Потому что вы лично примером показываете, каким должен быть работник силовой структуры. Всего в турнире принимают участие команды из 44 субъектов страны. В этом году 17 из них представляют образовательные организации МВД, университеты, институты и академии. Турнир проходит в рамках Всероссийской спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта. В управлении считают, что соревнования помогают силовикам поддерживать форму. Сейчас это особенно актуально. В ближайшие два года правоохранителям предстоит обеспечить безопасность на крупных массовых мероприятиях – Кубке Конфедерации и Чемпионате мира по футболу. Потребует от наших сотрудников максимум выучки, профессионального мастерства и владения приемами рукопашного боя. Мы видим практику зарубежных стран. В прошлом году проходили соответствующие соревнования Чемпионата мира по футболу во Франции. И очень много было проблем, в том числе и с пароохранителем, с профессиональной подготовленностью полицейских в этой стране. Мы берем опыт и надеемся, что вот эти соревнования будут стимулом для наших сотрудников по подготовке к таким крупным спортивным форумам, как Кубок Конфедерации и Чемпионат мира 2018 года. Всего на турнире выступят около полутысячи спортсменов. Среди них четыре заслуженных мастера спорта, один мастер спорта международного класса и более сотни мастеров спорта России. Поединки проходят на четырех коврах. Стоит отметить, курсанты показывают подготовку не хуже своих старших коллег. Тут сильные соперники все. Да, тяжеловато было. Готовились все равно очень перед соревнованиями. Сборы были. Ну, очень сильно готовились всей командой. Турнир продлится до 14 апреля. Победители будут не только награждены кубками, медалями и грамотами, но и по результатам соревнований будут включены в сборную России по рукопашному бою. Депутаты Анапы сегодня собрались на очередную сессию. На повестке дня было 23 вопроса. Среди прочих, народные избранники обсудили расходы муниципального бюджета на социальные нужды, а также предложение главного архитектора курорта присвоить ряду объектов имена героев Великой Отечественной войны и наших уважаемых земляков. Трансфер в размере 92 миллионов рублей из краевого бюджета получил муниципалитет. Парламентарии в ходе 22-й сессии утвердили первоочередные статьи расходов. За счет краевого бюджета вносим изменения в доходную часть на увеличение капитальные ремонты, ремонт автомобильных дорог 50 миллионов, строительство бочной модульной котельной в селе Супо 34 миллиона, строительство газопровода высокого давления в поселке Уташ 4 миллиона 429 тысяч рублей. Еще 85 миллионов рублей из местного бюджета распределены на объекты социальной сферы. Здесь и ремонт кровли в 18-м детском саду, капитальные ремонты в домах культуры Виноградного, Юровке, Большого Разнокола и многое другое. За счет этих средств планируется осуществить предпроектную подготовку к строительству пристройки к 6-й школе Анапы. Марина Марченко, главный архитектор курорта, озвучила ряд инициатив об увековечивании имен наших прославленных земляков. Предложено, например, присвоить скверу на пересечении улиц Астраханская и Лермонтова имени Павла Саркисьяна, трагически погибшего председателя общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Своё имя получит и сквер на улице Парковой. Проектом предлагается присвоить скверу, расположенную в городе Анапа, по улице Парковой, наименование сквер имени Голота Ивана Петровича. Проект разработан на основании коллективного обращения генерального директора, сотрудников и ветеранов и публичного акционерного общества Анапско-пассажирско-транспортного предприятия. В настоящее время управлением по заявлению директора предприятия разрабатывается проект благоустройства, который они имеют намерение реализовать в этом году. Имя славного подполковника Николая Михайловича Самбурова будет высечено на мемориальной доске. Её установят на фасаде первой общеобразовательной школы Анапы. А именем героя Советского Союза Сурена Аракеляна будет назван парк в хуторе Курбатском. Сегодня у православных христиан Великий Четверг, или, как его ещё называют, чистый. С этого дня Страстной недели начинается наиболее строгая часть Великого Поста, а также подготовка к светлому празднику Пасхи. Во всех храмах проходят литургии, совершаются обряды исповеди и святого причастия. Сегодня готовят пасхальные блюда, пекут куличи, красят яйца и наводят порядок в доме. Но священнослужители говорят, что стоит больше внимания уделить очищению не физическому, а духовному. Не спроста вот именно дается 40 дней поста, который Великий Пост, конечно, заканчивается перед верным воскресением, и Страстная Седмица, когда вспоминается страдание Господа. И как правильно, в чистоте духовной, именно душу свою спаси, душу привести, познание Бога, очищение. Завтра наступает самый скорбный день Страстной Седмицы – Великая или Страстная Пятница. В этот день в храмах пройдут специальные богослужения. Священнослужители напоминают, что в эти дни все верующие должны найти время посетить храм. В этом году выплаты патронатным родителям индексируют. Об этом стало известно в ходе специального краевого семинара священий для муниципальных специалистов по вопросам семьи и детства. Она по его площадке выбрана не случайно. Краевые специалисты отмечают, наш город – один из образцовых по работе в этом направлении. В Анапе можно чему поучиться. Создана вот такая структура, когда нет такого, чтобы какое-то ведомство сказало, это не наше или мы не поедем или не будем этим заниматься. Обсуждаемые вопросы достаточно тонкие. Специалисты говорят, что каждый случай индивидуален, но система все равно должна быть. Одна из тем семинара – межведомственное взаимодействие. Оно позволяет выявлять проблемы на ранних этапах. Мы до совещания общались и говорили о том, что действительно очень серьезное внимание должно уделяться межведомственному взаимодействию. Почему? Нельзя решить судьбу ребенка какой-то одной индивидуальной службы. Я буквально недавно, вот сейчас рассказывала о том, что я считаю, мы спасли ребеночка, которого заметили и заместитель главы сельского округа Станицы Гостогаевской, и начальник управления по делам семьи Вера Юрьевна Негинская. И, наверное, ради таких случаев стоит действительно работать. На краевом уровне отмечают, что все вопросы, связанные с семьями, где воспитываются дети-сироты, решаются на местном уровне. Это также плюс. Это говорит о достаточном внимании со стороны муниципалитета. В Анапе действует клуб, где приемные родители делятся опытом и занимаются с детьми по интересам, начиная от рукоделия, заканчивая туризмом. Также региональные власти отмечают, что в Анапе достаточно быстро движется жилищная очередь. В этом году при наличии финансирования из вышестоящих бюджетов здесь готовы приобрести до 38 квартир для детей-сирот. Это не каждый муниципалитет так активно работает, потому что зависит именно от муниципалитета, как они готовы, не готовы приобрести это жилье, несмотря на то, что это федеральные деньги и краевые деньги, но тем не менее подготовительный момент и работа с застройщиками – это, прежде всего, заслуга муниципалитетов. В этом году проведут индексацию выплат замещающим родителям. Ее размер в процентах будет зависеть от категории. В целом специалисты говорят, что здесь индивидуален каждый случай. По словам Натальи Агафоновой, сегодня приоритетная задача, чтобы у каждого ребенка появились любящие мама и папа. На участке набережной в районе санатория Русь после берега укрепительных работ полностью восстановили плиточное покрытие. Кроме того, там уже завершился монтаж нового ограждения. Пока шли берегу укрепительные работы, на этом участке было установлено временное ограждение. Администрации города в целях безопасности было принято решение ускорить процесс реконструкции и как можно быстрее поставить капитальный металлический забор. Новое ограждение уже покрашено. И о том, что здесь шли восстановительные работы, уже ничего не напоминает. Анапчанка Анастасия Толстая попала в список самых красивых девушек страны. Она представляет наш город на конкурсе «Мисс Россия-2017». Это ежегодное мероприятие проводится под эгидой Министерства культуры России. В этом году из более 75 тысяч конкурсантов в финал вышли всего 50 красавиц. Среди них и наша землячка. Анастасия Толстая родилась и выросла в Анапе. Здесь окончила музыкальную школу. Сейчас она студентка Российского экономического университета имени Плеханова. Говорит, на конкурс попала совершенно случайно. Я не предполагала, что у меня будет такая возможность, и я смогу участвовать в этом конкурсе, потому что это была своего рода такой мечтой, о которой я даже думать не могла. Совершенно случайно организаторы конкурса нашли мне страничку в Инстаграме, написали мне и предложили пройти кастинг. Я, не задумываясь, решила согласиться, прошла кастинг, получила отличные оттенки и стала конкурсанткой конкурса Минист России 2017. Сейчас девушка живет в Москве, но признается, что в Анапу любят приезжать. Здесь остались ее родители и друзья. Очень надеется на поддержку анапчан. Спасибо всем моим землякам, всем моим друзьям, всем моей семье, которые меня поддерживают. Каждый год для меня очень важен, что ваша поддержка, она невероятно важна для меня, и спасибо вам огромное. Поддержать землячку можно на официальном сайте конкурса, отдав за нее свой голос. Торопитесь, итоги финала подведут уже 15 апреля. В заповеднике Утриш призывают быть аккуратнее с огнем и фейерверками на природе. Беспечный отдых может обернуться трагедией для обитателей фауны, а также для уникальной экологии. С начала апреля начинается пожароопасный сезон. В лесу нужно быть особенно осторожными в обращении с любым огнем. Своеобразная граница. Здесь еще цивилизация, а за горой уже заповедная зона. Село Супсех подходит к ней уже вплотную. Такие места для пикников здесь встречаются достаточно часто. Ольга Рыбина живет неподалеку. Вместе с мужем и внуком любят здесь гулять. Если разводят костер, то по правилам окапывают его, а потом заливают водой. Внуку строго запрещается поджигать ветки и вообще баловаться с огнем. Как бы здесь мы давно, и я не замечала такого, чтобы тут оставил костер непогашенный или еще что-то такое. Единственное, что мусор. Да, вот мусор, да, вот это ничего не скажешь. Меня все время это удивляло, что вы же привозите с собой продукты, так же в пакет сложили и увезли отсюда. Вот мусор, да, согласна. А так, чтобы вот костер где-то там развели и бросили, такого я еще тут не наблюдала. Есть мнение, что стекла от разбитой бутылки могут при определенных условиях в жаркую сухую погоду сработать как линзы. Так или иначе, сотрудники заповедника Утриш регулярно общаются с местными жителями, предупреждают их. В каждой патрульной машине всегда ведро, лопата, топор, ножовка, специальный ранец. Сюда наливается вода, одевается за спину, как обычный рюкзак. И с помощью вот этого распылителя идет и тушит, тушит, ну, пытается потушить очаг возгорания. Пока применять специальные средства сотрудникам заповедника не приходилось, но Дмитрий Ионахов, как и весь персонал, проходит ежегодный инструктаж. Утришский заповедник знаменит своими можжевельниками. Они растут долго, воспроизводятся редко, а в случае возникновения пожара очень быстро горят. Здесь дом для десятков видов редких птиц и зверей. Ходить без сопровождения строго запрещено. Но сегодня здесь больше всего опасаются современных средств в доставке огня с пикников. В моду входят так называемые китайские фонарики, внутри которых свеча подогревает воздух, создавая подъемную силу. А на смену хлопушкам приходят настоящие салютные батареи. Несколько лет назад был случай, когда со стороны Абрау-Дюрсо выстрелили из ракетницы. Между тем в заповеднике много труднодоступных мест. Ракетница и фейерверк, они летят на удаленном расстоянии. Горящее вещество, она высокой температуры. И попадая даже на зеленую растительность, она начинает все как бы гореть. Людмила Смирнова увлекается фотографией, отправляет знакомым, участвует в выставках. Около года назад ей пришлось тушить забытый кем-то костер на озере Сукко. По ее словам, даже в местах, которые официально не объявлены заповедными, уникальная природа и пейзажи. Вот этот случай рассказывала очень многим. Прошу, когда люди из Сукко жгут костры, я подхожу и говорю, будьте осторожны очень, обязательно загасите костры. В основном люди относятся с пониманием к таким призывам. Помимо дежурных наборов в распоряжении у сотрудников заповедника есть специальная техника, но они надеются, что пускать ее в ход не придется. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Наш праздничный партнер «Анапский хлебокомбинат» предлагает вкуснейшую выпечку на каждый день, а также куличи, пироги и рулеты к православной Пасхе. Представляем вам еще одного партнера программы «Новости». Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная, комплексная медицинская помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru А я с вами прощаюсь. На встречу! Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Самые вкусные и свежие для самого светлого праздника в году. Пасхальные куличи и кондитерские изделия от Анапского хлебокомбината станут украшением вашего стола. Неизменное качество и неповторимый традиционный вкус для вас и ваших близких. Анапский хлебокомбинат настоящий вкус праздника. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Рекомендации по телефону 42419.